Всем привет, с вами Женя, компания Майнер Ворлд и поехали смотреть свежий выпуск новостей. Что насчет паники вокруг крипторынка? Количество поисковых запросов Bitcoin Debt достигло максимального уровня. По данным аналитического центра Google Trends, с 12 по 18 июня поисковый запрос Bitcoin Debt, что означает «Биткоин мертв» набрал 100 баллов из 100 возможных. Надеемся, что вы не гуглите Bitcoin Debt и вообще чувствуете себя прекрасно на таком нестабильном рынке. Тем временем курс биткоина составляет почти 21 тысячу долларов, эфир – 1200 долларов. Поехали смотреть главные новости. Себестоимость производства первой криптовалюты превысила прибыль, что вынуждает добывающие компании сливать все свои цифровые запасы. В мае они продали 100% произведенных монет, тогда как за первые 4 месяца 2022 года они продавали от 20 до 40% тех же биткоинов. По прогнозам аналитиков, ухудшение рыночных условий будет означать, что компании будут сливать еще больше своих запасов. Arkan сообщает, что растущий хешрейт и падущая цена биткоина снизили прибыльность майнинга до уровня 2020 года. Доходность энергоэффективной модели оборудования Antminer S19 снизилась на 80% по сравнению с гиком ноября 2021 года. Вот вам живой пример, как большие корпорации скупают оборудование на низком курсе. Канадская компания Bitfarm всего за одну неделю продала около 3000 биткоинов, это где-то 62 миллиона долларов. Деньги пошли на покупку нового оборудования и погашение кредита. 118 предприятий в Иране, добывающих криптовалюту, будут отрезаны от государственного энергоснабжения из-за перегрузки сетей. Представитель Министерства энергетики Ирана Машхади пояснил, что на прошлой неделе было зафиксировано рекордное потребление электроэнергии в 62,5 тысяч мегаватт в пиковое время. Если текущее потребление будет превышать 63 тысячи мегаватт, то это вынудит ограничить электричество. Напомним, что с конца мая по октябрь 2021 года в Иране уже действовал запрет на работу майнинговых ферм. В нескольких крупных городах уже происходили отключения электроэнергии на фоне роста электричества и засухи, из-за которой гидроэлектростанции работали не на полную мощность. Крах криптовалют ударил по традиционным рынкам, и вот живой пример. Всего два месяца назад акции тайской телекоммуникационной компании Jasmine Technology Solutions были на вершине, опережая конкурентов благодаря добыче биткоина. На фоне падения того же биткоина картина сильно изменилась. Криптовалютный крах спровоцировал обвал акций компаний почти на 80% с момента апрельского пика, в результате чего его рыночная стоимость снизилась примерно на 10 миллиардов долларов. Эксперты говорят, что это некое предупреждение о рисках в попытках оседлать волну спекулятивного рынка. Будьте осторожны. Кстати, друзья, мы знаем, что не все, кто смотрит наши видео, подписаны на наш канал. Скорее ставь колокольчик, подписывайся и будь одним из первых, кто смотрит наши новости. В России предложили создать криптозолотой рубль. Это цифровой рубль, подкрепленный золотом. Целью его введения будет не внутренний, а внешний рынок, а также обход западных санкций. Для этого необходима перестройка действующей финансовой системы и согласование международных расчетов с дружественными странами в национальных цифровых валютах. Основное отличие от цифрового рубля, по мнению экспертов, заключается именно в золотом обеспечении. Кажется, что Россия строит какие-то новые экономические схемы, задействуя цифровые валюты. Интересно, интересно. Инвестиционные сервисы банки.ру теперь позволяют получать информацию о криптовалютах и даже сравнивать их между собой. Это первый финансовый маркетплейс в России, где есть такая функция. И уже есть информация о 30 основных криптовалютах. В дальнейшем список будет пополняться. Там можно ранжировать монеты по стоимости и цифровой динамике, а также обратиться за помощью к консультанту. Руководитель сберегательного направления банки.ру Алексей Новиков сказал, Будучи одной из лидирующих финансовых платформ России, мы, конечно, не могли обойти стороной криптовалюты. Мы добавили в витрину самые популярные коины, чтобы пользователи могли отследить динамику их роста, разобраться, как они работают и с нашей помощью принять правильные инвестиционные решения. Приятно наблюдать, что российские финансовые компании уделяют время и внимание цифровым валютам. USDT Tether изо всех сил пытается сохранить доминирование на крипторынке. В настоящее время рыночная капитализация Tether составляет 68 миллиардов долларов, и это самый низкий показатель с октября прошлого года по сравнению с недавним историческим максимумом 83 миллиарда долларов. С тех пор Stablecoin перетерпел каскад неоднократных падений. Согласно данным CoinGeek, только с 14 июня он потерял около 4 миллиардов долларов. Крах Tera USDT подтолкнул игроков рынка к поиску убежища в других цифровых активах, которые поддерживают привязку один к одному к доллару США, к таким стейблкоинам, как USDC и Binance USD. Это привело к колебанию криптовалют из стейблкоинов, на фоне которого USDT потерял ненадолго свой долларовый паритет, упав до 95 центов, и он все тянется, тянется наверх. Их пытается достигнуть один доллар, но ему немножечко не хватает. Японская киностудия Noma объявила, что выпустит три художественных фильма, основанных на мире криптовалют. Первый фильм под названием «Звезда риторики» уже находится в производстве и выйдет в 2024 году. Таичи Ито, основатель Noma и продюсер фильмов, сказал, что трилогия направлена на распространение знаний о криптоиндустрии посредством творчества. В создании фильмов примут участие генеральные директоры известных криптофирм, известные звукорежиссеры и даже аниматоры, которые работали над покемонами. Интересно, что же из этого выйдет, учитывая, сколько значимых и талантливых персон будут задействованы в создании этих фильмов? Ух ты, теперь можно поставить свои любимые NFT на Apple Watch. Компания ZELF объявила, что 100 миллионов владельцев Apple Watch по всему миру теперь могут поставить свои любимые, невзаимозаменяемые коллекции токенов цифрового искусства на циферблат часов. Генеральный директор компании сказал, «Мы преследуем разные цели и ориентируемся на разные рынки. Наша цель – массовое внедрение и инклюзивность. Рынок тысяч против рынка сотен миллионов». Ну что, я надеюсь, вам понравились наши новости. С вами была Женя, компания Майнер Ворлд. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мы рады каждому. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok